В окрестностях спецавтобазы пропадают маршрутки. Частники по подписанному договору должны были возить рабочих до предприятия. По факту делали это лишь несколько дней. Маршрутчики теперь высаживают людей в километре от конечной. Промзона – неприбыльная точка, догадываются пассажиры. Нету маршруток, им невыгодно сюда ездить. Конец города, выехать не на чем. Люди погрязи, вот видите, там собаки, а вечером люди идут как... Альтернатива пешему ходу – 10 ПТПшных автобусов, следующих по 11 маршруту через каждые 5-7 минут. Они, в отличие от частных конкурентов, доезжают до спецавтобазы. Они сюда и не ездят, конкуренты. Никого совершенно. Все идут по кругу там, на Южном. Вообще полнейший беспредел. В железнодорожном районе траектория движения 11 маршрута ПТП и двух частных автобусов 30 и 16 идентичная. Но когда транспорт достигает вот этого участка, пути частников и муниципалов расходятся. ПТПшные машины движутся прямиком до конечной и только потом, развернувшись, следуют на Южный. А частники, чья конечная должна быть там же, на спецавтобазе, быстренько срезают маршрут. В общей сложности отрыв от муниципалов 2 километра. Условия договора с мэрией, конечно же, приходится нарушать. Как это бывает, нам продемонстрировал пазик под номером 16. Карту купи, лапать. Его законный маршрут согласно реестру 909-й спецавтобазы. На одной табличке конечной значится выгонка, на другой конечный пункт железнодорожного района тщательно заретуширован. Водитель нашел объяснение. Приказ. А это уже водитель тридцатки следует по тому же пути, чтобы успеть подобрать пассажиров, пока транспорт муниципалов делает крюк. Там не нужен транспорт, там нет жилой зоны. Я понимаю, что должен. А в убыток себе как ездить будем? Маршрутки – это общественный транспорт, который подчиняется законам и правилам, говорит заместитель главы администрации. Валерий Шевляков заявил, приказ игнорировать спецавтобазу к администрации не имеет никакого отношения. Инициатива из мэрии не может исходить, поскольку на конкурс были выставлены графики маршрутов. Соответственно, предприниматели, изначально подавая заявку на этот конкурс, должны были рассчитывать, согласны они с этим условием или нет. Соответственно, в договоре прямо предусмотрена их обязанность двигаться по расписанию. В мэрии заверили, порядок на маршрутах будет наведен в ближайшее время. Частникам напоминают, возможность ездить куда хочется, получить легко. Требуется немного, лишь расторгнуть договор на обслуживание маршрутов. Вероятность, что перевозчики на это пойдут, ничтожно мала.